Буду с вами совершенно честен, друзья, конечно, смерть Никиты Исаева не может оставить меня равнодушным И, блин, что-то очень большие сомнения у меня Очень уж он цветущим выглядел, этот мужчина Я даже видел его на каких-то фотках, где он джогингом занимался, это бег трусцой И вполне он в себе был в приличной форме Малопьющий или совсем не пьющий человек И такой достаточно стрессоустойчивый То есть, ну, в принципе, вот внешних факторов сердечника у него не было Конечно, всякое бывает И даже мне в комментариях кто-то там злоязычный написал, что он там какие-нибудь... Ну, что у него сердце не выдержало чего-то еще Я этого не знаю И не буду повторять даже это Я знаю, что у него дети, что у него супруга И что он, на самом деле, вел весьма порядочный образ жизни И царство ему небесное И вы знаете, у меня, конечно, есть огромные сомнения В том, своей ли смертью он умер Но если рассуждать здраво, это означает, что действует какая-то другая новая сила Потому что власти, путинской власти, совершенно незачем было ничего плохого делать Никите Исаеву Потому что он никогда и даже в последнем своем интервью не говорил ни словечка плохого про Путина И вы знаете, на самом деле, в чем-то он, возможно, и прав Потому что эта вся система порочна, понимаете? Сама система должна быть сменена Вот, и кто его знает Возможно, где-то в его поездках Ему к нему подошли и рассказали что-то такое После чего кто-то принял решение вот так с ним поступить И все мы прекрасно знаем, насколько у нас любят травить, да? Петров и Баширов, да, и Скрипаля не смогли травануть Но тут-то на родной территории, да в поезде, и РЖД, и всякое возможно И вы знаете, да, сердечная недостаточность, на нее списывают все И есть куча препаратов, совершенно даже аптечных Тот же самый дегоксин, которые вполне могут вызвать эту самую сердечную недостаточность А уж сколько в так называемых аптечках у спецслужб таких препаратов Или у деятелей, которые вот обладают просто такими аптечками Не обязательно у спецслужб В общем, дело это мутное и дело это страшное Ну, если что, не поминайте лихом, дорогие друзья С вами был я, Захарыч Блаженный И знаете, чтобы бы ни было, это надо встречать с улыбкой и с достоинством Хотя бы пытаться Вот, да, там поддерживайте канал, ставьте лайки, подписывайтесь и все такое Ну и Царствие Небесное Никите Исаеву Да Белый снег, серый лед На растрескавшейся земле Одеяло Ну и Царствие Небесное Никитаю На растрескавшейся земле И две тысячи лет война Война без особой ключи Война дела молодых Легарства вроде марши Красная, красная кровь Через час уже просто земля Через дванник, цветы и дрова Синестрия нас снова жива И согреты лучами звезды По имени солнце Мы знаем, что так было всегда Что судьбою больше любим Кто живет по законам другим И кому убирать молодым Он не помнит слова, да и слова нет Он не помнит ни чинов, ни имен И способен дотянуться до звезд И не считай, что это сон И упасть опаленным звездой По имени солнца И так в ночь с 15 на 16 ноября Вскоре после своего дня рождения 41-летнего 12 ноября В поезде Тамбов-Москва Ушел из жизни Никита Олегович Исаев Председатель совета директоров Крупной холдинговой компании Человек очень небедный, мягко говоря Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса Кандидат юридических наук Выпускник Московской юридической академии Автор идеи Генеральный продюсер телепроекта Футбольная академия Лидер общественно-политического движения Новая Россия В общем Человек из такой Нормальной Приличной семьи Учился, окончил школу С серебряной медалью Номер 325 С углубленным изучением юриспруденции Где когда-то училась даже Марина Святаева И в общем Человек такой Достаточно активный Разумный Неплохой Совсем И не глупый Да, он кривил реальности И говорил неправду Было и такое Было мною это замечено Когда он, к примеру, совсем недавно Сказал, что Всех отпустили Политических этих узников Задержанных А при этом Маринуют несчастных людей В тюрьмах Да, это было Это правда Но В то же время Он был человеком взвешенным От гуманистического настроя И нацеленным на Положительные перемены Понимаете? Да, это представитель крупного бизнеса Больших денег Но все равно Как бы то ни было И он, как видите Без охраны Путешествовал С помощницей Кто-то там Гадости какие-то пишет Я не буду Это тиражировать Был ли смысл У Тиранического Государства Вот его Вот там Порешить Нет, не было Потому что Он был удобным Оппонентом На ток-шоу Он никогда Не прыгал выше головы И вел себя Вполне прилично Вы знаете Да, смерть Как бы естественно И часто Уходят из жизни Мужчины В таком возрасте Именно от сердца Но 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 Очень много У меня лично Сомнений Друзья Потому что Мужчина действительно Без вредных привычек Физкультурник Спортсмен Ну по крайней мере Физкультурник И Не умирают Такие мужчины Просто так Вот от сердца Вот так Странно Я не хочу Спекулировать На этом И не буду Но если Действительно Все же Он Ну Кто-то ему Как это Мерзко звучит Помог Кто-то его Лишил жизни Отравил Скорее всего Да Тогда Можно С уверенностью Говорить о том Что В деле Даже не третье Но четвертая сила Четвертая сила Которая жаждет Скорейшей Дестабилизации Понимаете И вот Не хотим мы Дестабилизироваться А они Нас Бока Подтыкают Острыми Лезвиями Что ж Вот такие Вот дела Друзья Ну Если что Да Берегите себя Все такое И Пишите Звоните Подписывайтесь Поддерживайте Канал Я с вами Вот Не вешать нос Ну вот И Сердце У меня Думаю Сегодня Не помру И я не в поезде Тамбов Москва Нормульдоз Я думаю Меня По другим Причинам Это Доброго Доброго Всем Дня Утро Времени Суток Вечера С вами Я Захарыч Блаженный Друзья Чтобы Не было Не поддавайтесь Ни на какие Провокации Не испытывайте Страха Не паникуйте Избегайте Идиотских Поступков Станция Метро Белорусская Партизаны Кстати Обратите Внимание Все Проходят Мимо А Вот эти Столбы Не очень Искусно Выполнены Пожалуй Ни один Метрополитен В мире Не может Похвастаться Такой Красотой Вот Станция Белорусская И миллионы Людей Ежедневно Тут идут И не видят Какая Красота Вот Каждый Такой Столбик Это Потрясающе Понимаете В чем Дело Друзья Никита Олегович Исаев Он Хоть И был Таким Номенклатурщиком И Человеком Денег Но Что бы Там Ни Было Он Все же Был Позицией И Если Его Действительно Кто-то Убрал Ну Что ж Тогда Этот Кто-то Хочет Дестабилизации Потому Что Нынешний Правящий Режим Нуждается Хоть В какой-то Оппозиции С которой Можно было бы Разговаривать А Никита Исаев Был удобной Оппозиции В деле Даже не Третья А четвертая Сила Кроме Шуток Тушите Свет Третья 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 Третья